Любовь это осознание собственной слабости, это утрата власти над собой. Так говорил Вильям Шекспир. Фридрих Ницше понимал ее немножко по-другому. Любить и погибнуть это сочетание Вечная. Воля к любви означает готовность к смерти. Мои же размышления идут немножко в другое русло. Размышления. Святая любовь, не пятнышко даже, готов упиваться красою твоей. Вечный твой дух, который все начал обладевает и гонит по телу занозы свои. Чем ближе ты к солнцу, душа замирает, и мозг гонит дури с твоей головы. Чем выше поднялся, готовься к отдаче, ведь ты не один пал с такой высоты. Лететь или ввысь, или спуститься на землю, не выдержав силу полетов своих, упасть и разбиться о камень надежды, который поднять тяжело. Но, увы, ни ты, ни я не сможем иначе. Кому-то лететь, не набрав высоты, а кто-то свернет и поступит иначе, упав, поползая вдоль земной тесноты. Упасть и разбиться легче всего, а каторжной жизни нести тяжелее. Кто-то сказал, что на смену грехов приходят всегда мудрейшие мысли. Кто осознал всю эту суть бытия, может возглавить бредущих в колонии. А кто не проникнулся этим, тогда он замирает, как камень в смол. И что же тогда, спросите вы? Я не орак, не летописец. Просто кто понял всю суть той поры, окажется рядом с потоками мысли.